Ну что, есть тут пароход? Есть. Я смотрю, вот так отлично натоптали уже. О, забыла, стерела. Натоптали уже, что можно даже и на велосипеде ездить. Надо же. Добро пожаловать! Браконьеры. Боже, вязаный совершенно. В сад. Все как-то такие. Распасы. Вот. Но и нам вот какую-то такую хорошую встречу тут учинили. Дорогу рассчитали. Может, там, сейчас пытаются расчистить тропинку для ремонта этой части ограды, притащить трансформатор, еще что-то. А вон уже и провод. О, боже. Я, наверное, угадал. Что-то людей у нас не видно. Но должны бы же люди. Вряд ли закрыт ботанический сад сегодня. Никого. Меня поймают и бросят прямо на спираль бруно. Или не бросят. Пощадят. выпустят за срочки приговора. Вот. Что нам надо сделать сегодня? Найти жасмин. Жасминайте. Это чубушник. И подсовывайте нам. Чубушник. Хороший. Это лучше жасмин. Ну вот именем не удался. Имение не французское. Такое пролетарское имя. Чубушник. Вроде как чебурашник. Даже чебурашник лучше. Жасмин. Все есть. В этом молодце. Или в этой красавице. И стать. И изящество. Хорошая манера и запах. Родовитости нет. Хорошая, не хорошая. На плохого где-то никто замуж и не берет. Девушку за это. Вон там есть два-три спасера. Сидят. Значит, меня ни одного тут бросят. На спираль Бруно. А втроем веселее. Как бы надо туда спуститься. На ту дорожку. И там искать. Жасмин. Вот еще есть лепила. Значит, все нормально. В этом утро они мне столь кричат. Не собака была. Боже, какая роскошь. Какая роскошь. Боже, какая свежесть. Сменил аккумулятор в камере. Боже, какой мохнатый. Здесь еще какие-то дополнительные лепестки. Цветок в цветке. Пытает уже. Но еще запах крепкий. Нигде нет, нигде нет табличек. А вон, пишу табличек. Сейчас обочитаю. Здесь же тоже жасмин должен быть. Я уже не хочу определить, как их доставать. Плотан отличный. Дуплом. Там сова живет. Не могу сразу снять и посветить. Камерой. Снять камерой и посветить фонариком. Так вот, может, немножко. Ну, было глубоко. Тут так... Честно. Хватит меня, какая-то сова. Семен масса. Там какая-то жирность бегает, таскает вот здесь что-то приятное. Подстилает себе. До удобства. Пол. Мне до стенда и не дойти. Тут такой платан. Ну, как и мне полюбоваться. А, каков? Может, здесь мне пить чай? Новое место себе завести. Новую привычку на этой ветке. Это не ветка, даже это главный ствол. Можно сказать. Второй главный ствол горизонтальный. Бывает же, стол горизонтальный, правильно? Почему бы мне быть только вертикальным? Боже, как дурманяще пахнет. Сколько здесь сортов. Сколько здесь сортов, боже. Здесь же вот такие раскрывшиеся. У меня здесь нет интернета, поэтому я ничего не могу проверять, определить. Я на своих табличках на этих растениях нет никаких. Ладно, я с вас сфотографирую. Немножко. Потом уже дома буду возиться вечером. Буду еще один платан чудесный. Сейчас на него посмотрим, потом вернусь, сфотографирую. Бутылочный платан. В нем даже будка есть для охранника. Полосатая. Можно жить. Караулу прятаться. На дожде можно. Дупле этого платана. Сад дейцы. Упс. Значит, вот это дейцы. Заложен в 1957 году на неделянке представлены растения восьми сортов и трех декоративных форм рода Дейцыя санпан. Санпан. Значит, азиатские рослины. Растения орел, который простирается до западных отругов Гималаев. И Северной Америки, Мексики. Ух! Такие малая вроде Америки. Что-то я так для нашей страны они интродуцированы. Голову сломаю. Начну думать. Надо смотреть. Вот это дейцыя. О, Боже! Все праздничное. Даже слишком. Отчаянные какие-то фронтоватые эти дейцы. О, Боже! Ага, это еще цветет, не упадает. Утрии. Какой розоватый надлив тут в цветке. Чувствуется, что различается, конечно. Вот он, огромный сад. еще много нераспустившихся. Как лещина клонится во все стороны это дейцыя. Вот еще не оформленный пустой стенд. Тут бы нам разгадать загадку. Так этикетка тут висит ненужная. Ладно, провозгласим тебя с жасмином. Где-то же должен быть жасмин. чуть-чуть шершавый, но не колючий. Все, сирень вся уже отсвела давно. Давным-давно. Но я был здесь ранней весной. В самом начале цветения. перебрался я наверх. на самоверхнюю террасу. Словно птички поют. Здесь хвойные породы. все, что они в твои все, Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ой, боже, хорошо смолой пахнет Сыжи работы много Интересно, что они сразу делают деревья такими горбунами Уже тебе специально так горбуном выращивают Я же знаю, с детства, карлики нынче в моде Как будто отмершие корни, но это мужеверник сплетается Это старые его корни Все это пространство заполонил, все живое Ялынка колючая Гляука Глобоза Гляука это хорошее слово, а что-то в ней есть Гляука Вроде музюка Зюка гляука Упс, какая-то и колючая Но цвет у тебя милый Серебристый Хорошо видно всю структуру этого куста или дерева Трудно сказать, что это Ну, красиво И свивается Су Бантайн Мне подобное Или в Субандин 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 З Sleeping RAMSAY Вот и Каванянского монастыря выехали. Пора мне уже где-то чай попить. 7 часов 5 минут. Я думаю, время это точно. Прям высокая тень стала. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну, тебя еще проверю. Это у меня беспокойство. Беспокоюсь за достоверность полученных мной результатов. Сейчас еще раз проделаем опыт. Все, теперь я уже набрал достаточно статистики. Это чубушник тоже. Чубушник венечный. Подвенечный. Чубушник подвенечный. Еще пару дней постоит. Можно прийти сюда и насладиться. Какой он здесь пышный. Значит, жасмин не дает здесь такого цветения получается. Раз выбрал DimaTorzok Раз выбрал еще бушник для украшения сада. У нас жасмин-то где-то есть наверняка. Может, еще сегодня отыщем. Как повезет. Как знать. Туда свернем. Какой-то куст отличный от этих. Ты наш знакомый. Это все, ты наш знакомый друг. О, боже. Поднимемся на горочку. Посмотрим на виды. О, буксун по зеленой талии. Красота. 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 Вот, главный стеклянный дворец Crystal House, Crystal Tower, главная ранжевея. Я там никогда не бываю, потому что на велосипеде здесь в принципе... Да, я знаю, что нельзя здесь на велосипеде. Нельзя. Но я-то ведь езжу, я не хочу ни с кем объясняться. Да, ты что, добровольная дружина здесь? Не потревожил. Вот это что децея получается. Мы уже знаем, что такое децея сегодня. Уждали. Сейчас себя проверим. Надо же расти. Во всяком деле. Ну вот, я сдал сегодня экзамен. Это децея. Я не ошибся. Это она какая-то точная. Определитель мой обычный не врет вообще сто процентов. Сто процентов не врет. Ну, то бишь, приграет, но не сильно. Децея... Он определил это как децея шершавая или... Децея... Суабра... Сам... Сам... Сам просто. Н не читай. Ну, чё ты квохчешь? Давай уже не снеси яичко. Оп-оп. Хе-хе-хе-хе. Ну, пуп. Квох, квох. Это что такое? Это какой-то добрый сказки, наверное. Железный дровосек. Железный сановод. Из доброй старой сказки. Не знаю из какой. А вот туда. Так объехать можно. Можно так объехать. Да. Вот это клен хороший. Клен какой. Астралистый просто. Кленовый. Асера... Асерасиа... Ся... Такое есть в Ирпутском саду. Клен австралист. Видимо, цветовый морковный. Это свойство молодости. Пройдёт. Он перерастёт. Станет обычным, как все, зелёным. О, боже. О, боже. Это какой-то. Это, наверное, мой этот самый. Так вас, парачай. Ах. 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 Туя. А present. Туя. Ах. Второй экзамен. Сдал. Ах. В тую. скетически то все одна скамеечка так на курточках сидел придется двигается хоть что здесь будем пить это место как-то засижено пойдем в гуде буди да будет удобно нам нужен будда меня еще кое-что заинтересовало только конечно его сомнений нет обратная сторона листа серебристые это зеленая лист длинненький листья гибкие вот что за чудо нарядное я проверил это тоже его цветет как забавно это тоже на рябовская какая-то изюминка это не цветок или цветок или такой молодой листок что это такое вообще что за безобразие тут листки на веточке а тут тут цветки розовые ничего не ясно что такое что за удивление тоже листки но еще не оформившийся вот чем дело так я понимаю в общем называется она и во цель на листая да тут что то такое с листами у этой его особенно раз называется так цель на листы интересно вот такая жива только более взрослая нежные листочки они когда-нибудь позеленеют конечно структура листа я стригут это понятно хорошая такая скрытая скамеечка корейский сад здесь тише куча сегодня не а а сюда а 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 Все, приехали, пьем чай. Все, это моя конечная точка на сегодня. Еще допью чай и буду разворачиваться. Сегодня кое-что интересное со мной случилось. Ютуб, зная мой экзотический вкус, прислал мне сегодня в виде предложения одно интересное видео. Выступление одного еврейского раввина, американца. В, кажется, в тюрьме. Там не было точно описано, где. В комментарии я не считывался. Я только послушал. Почти все видео я слушал. Вот и понял, что с удивлением для себя, и то не сразу понял, что те люди, которые сидят в зале, их не показывала камера, это заключенные. Обычные заключенные. Мужская тюрьма. И, может быть, многие по серьезным строкам сидят. По серьезным статям. И вот, интересная была у нее теория. Во-первых, мне понравилась его речь, очень грамотная. Очень грамотный английский, насколько я могу судить. Отличная артикуляция. Правильно. Составленное предложение. Грамотно. Грамотно, не сконтрулированно. Забыло это слово. Построено, потому что. Так вот, какая теория. В сущности, ее можно было назвать всего в руках Бога. Мы отвечаем только за свои мысли. Мы не отвечаем за что-то большее, чем свои мысли. В первую очередь, мы отвечаем за мысли. И даже не за поступки. И вот это парадоксальное утверждение, он так мотивирует. Предположим, ты захотел убить человека. И ты выстрелил в этого человека. Все, что ты сделал, это страстно выжелал смерти этого человека. И попытался осуществить это. То есть, ты выстрелил в него. После этого, как ты сделал все со своей стороны, все остальное в руках Божьих. Ты можешь промахнуться, это в руках Божьих. Ты можешь попасть, это в руках Божьих. Пистолет может дать отсечку, это в руках Божьих. И человек может умереть и не умереть. Это все в руках Божьих. Ты нажал на спухой курок, дальше все. В руках Божьих. Убил ты или не убил, для Бога уже не имеет значения. Потому что ты жалов смерти, и ты привел свой план в исполнение. Для Бога это достаточно. Для того, чтобы судить тебя. А то, что другой человек умер, это не только твой грех. Это еще и Божье предопределение. Так решил Бог. Он мог поступить так, а мог поступить иначе. Он решил так. Потому что все в руке. И в этом смысле каждый должен понимать, где воля Божья, а где его собственная воля. Где кончается воля твоя и начинается воля Божья. Честно говоря, мне понравился этот фатализм. Это был такой пассаж о поддержании воли к жизни и воли к борьбе и сил духозаключенных. Но это уже особо. В общем, мужчина, кстати говоря, поддержал, можно сказать, людей. Потому что, я так понимаю, сидеть долгие сроки в жестких тюрьмах – это не малина. Да еще и тяжело общаться с родственниками, для которых ты то ли отрезанная вам муть, то ли наполовину отрезанная вам муть. С детьми, с женами. То, что в глазах жертвы кажется злом, в глазах того, кто воспринимает себя как жертва, кажется злом, в глазах Бога – это его наказание. Вот и все. Поэтому в сочувствии любого, называющего себя жертвой, надо будет проявлять умеренность. Все не так однозначно, что происходит. Я вспомнил хороший фильм «Изображая жертву». Я его не посмотрел, что-то мне не понравилось, но мне не понравилось название. «Изображая жертву». Это целое искусство изображать из себя жертву. Целое большое искусство. А из-за другого – злодея. Но если встать на сторону, на точку зрения раввина, что вполне очень разумно, то вот эту диалектику жертвы и насильника можно воспринимать несколько иначе. И там, между одним и вторым, появляется Бог. А Он действительно там появляется. Его воля. Это однозначно. Он там не может не быть просто. И со временем, когда набираешься житейского опыта, начинаешь понимать, что именно так, и что именно там оно есть. Он там присутствует. Он отсюда присутствует, и там тоже. И в этом случае какой-то спокойный и хладнокровный фатализм даже как-то и полезнее, потому что у них что-то просто не бывает. И ко всему надо относиться к философски, в конце концов. О, птички. Кто такие птички и велички? Соловьи там? Ну, попойте уже. Маленькие-маленькие. А пелиться же на сегодня, не хотят. Хорошая мужайчика. Ой, какая прелесть. Фонтаны. Грызовая водичка. Ага, по светкам здесь. В форте пахнет вода. Они уже постарались. А что это такое? Ага. Володая пая. Медозы и перьёд. Чудесная, и веточка. Чубушка, чубушника вне с рука. Жасмина мы так и не нашли. Поход за жасмином окончился у нас. Окончился... Да ничем он не окончился. Мы ещё не закончили. Смоё охотку. Он будет продолживать. Жасмин будет найден. Они открыли окна на втором этаже. Можно прямо сидеть у открытого проёма, причём вот от пола. Вот и девочки официантские. Вот такая форма интересная, веселенькая. Белая в красную каратуру. Привет! Вот так вот как-то живёт на Руси сейчас. Вот это кафе, Жармясо, да, оно называлось до войны. Редка птицы, да. Редка птицы его потом закрыли. И вот сейчас, я думаю, может быть, те же люди крутили в другое. Как-то так это всё быстро прокрутилось. А это что? Дот. Просто дот. Лодичка. Дотик надо было назвать. Что такое дот? Дотик. Мягче, приятнее, нежнее. Кофе стейшн. Хорошо. Газ стейшн. Боже, какой брус. Двадцатка. Квадратное сечение. Люблю деливать, чёрт. Здесь, здесь 15 брус, да? Не, 20. Красивый-то, да? Чертяка. Неожиданно кончился мой последний аккумулятор. Останно для Powerbank. Так, посмотрим мы эту витринку. Витринка чудная. Отлично. Вот хорошее изобретение. Есть. Скобой соединены бруски. Это как ручки. Получается. Тымс. Классно. Они в шип соединены ещё внутри. Там шипы есть. Деревянные. Взбиты. И дополнительно скреплены ещё обычными скулами. Они почернены немного. Самая обычная скоба. 25 или 30 сантиметров. Я люблю такой дизайн. С плотницкой точки зрения всё, по-моему, хорошо. Потихоньку столярный дизайн всё больше превращается в плотницкий. Уже выпускницы или выпускники. Что это такое? Выпускница? Мы такое осуждаем. Что их мало, но есть уже. Есть. Но мало. Выпускайте их уже все. Зачем томить? Как мне ехать там дальше, господи? Ладно, поедем на мост нашего мэра. Имени нашего мэра. Хороший вечер. Ой, солнышко. Прямо на Владимирской горке. Чуть пыльно-розовый. Серо-розовый. Грязно-розовый закат. День сегодня чудесный. До сих пор тепло. Хотя тут было сильное похолодание. Температура упала с 28 до 14. Редко так резко. Холодает. У меня катался, было 28. В свой день. На следующий день было 14. У меня протихий. Мельчайший ряд. Небо хорошо отражается. Не скажу, не скажешь, как в зеркале, но чуть-чуть так и скажу одно. Как на картинах бывает. У меня писанных широкие басками. Нечетко. Но цвет хорошо передает. Окружение. Цвет неба. Привет. Мы большую не купили конфету. Здесь что, чуть-чуть веет влагой. Ничем не пахнет. Просто зельем. Даже бузина уже сегодня здесь не пахнет. Бузиной не пахнет. Типа, подсекай. Нет, ну вот плохо, но это уже не будет. А, все, все. Пусть все возможно. На этом можно остановиться. Убежьте. Я буду вообще его написать. Я даже не знал, что это. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это больше времени отнесся. Ну вот. Мы на мысу доброй надежды. Надежды. Так, 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 так. Я не знаю, что это. Пройдемся немножко. Ты ко мне. Тебя чесать. Чесать тебя, да? Чесать бок. Не убежь. Почесаю. Все. У-у-у, хорошо. У-у-у. Все, пока. Утримай то, что хочешь. Вот же завтра. Чувствуйте я такое. Такая чесотка. У-у-у. У-у-у. Ох. Ох. Ох, хорошо. Ну, всего хорошего помаленьку. Все, все, все. Все бешеный, цепляйся. Иди сюда. Все. Как его? Бене. Бешеный, да? Я тоже в нем бешеный. А, Лагенберг. А, я думал, бешеный. Бене. Пока, Бене. До свидания. До свидания. Бене. Бене. Бешен. Бене. Бене. А ты дома? Да ты не светил. Арт хорошего ребенка. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ